Я долго размышлял, как ответить на слова Лебедева о матерях Беслана. Может быть, удовлетвориться тем, сказанным в его адрес нашими земляками, и не только представителями общественных организаций и даже государственных структур. Но успокоения не пришло. Ощущение соприкосновения с мерзостью, другого слова я не могу подобрать. Не дает покоя ни моему разуму, ни моему сердцу, ни моей душе. Просто так, ради красного словца, обозвать подлыми словами матерей Беслана, голоса Беслана. Это подобает только человеку с подлой душой. Женщины Беслана, представители организации «Матери Беслана» и «Голос Беслана» в тяжелейшее время, которое творилось в те дни Беслане, показали яркий пример духа и стойкости. Они были для нас, для всех, мерилом, моральным мерилом, нравственным стержнем. Пройдя адский огонь, выжив, выстояв, они явили всем нам пример божественного начала человеческой душе в их терпении и их благородстве. Матери Беслана в тяжелейшее время явились оплотами мудрости. И нет, наверное, таких слов достойных, которые они заслуживают. Мы помним время, когда более двух месяцев каждый день Бесланы проходили похороны. И это и сегодня в наших сердцах, и в сердцах многих людей, которые соприкоснулись с этим ужасом. И вот так просто, еще раз повторюсь, для красного словца сказать эти слова можешь только подлый человек. После этого жизнь разделилась на «до» и «после». Девизом жизни и делом этих женщин является одна простейшая задача. Простое желание, чтобы дети, кем бы они ни были, в какой бы они строении жили, были ограждены от терроризма, от его огня. Были защищены теми, нами, теми, кто сегодня живет. Этот мерзавец обозвал их деятельность поганым словом. Поганым таким, как и он сам, как его душа, как его слова и как его дела. Я не буду размышлять, что с ним будет в дальнейшем, ибо его удел ясен нести грязь, быть приспешником шайтана и помощником сатаны. Может быть, придет время, когда он обретет немощь и пропадет его тупой задор. Он осознает, что он натворил. Быть может. Может и не быть. Я не говорю о том, что ждет осуждение людей или, может быть, его привлекут за эти слова. Я говорю о том, что с ним будет. И обязательно еще в этой жизни он почувствует кару Всевышнего обязательно. Он увидит ситуацию и не одну в этой жизни, которая ему заставит его напомнить эти слова, если он поймет, осознает то, что с ним происходит. А далее, далее будет Высший суд. Далее будет суд у Всевышнего. И его в этом смрале, в котором он будет находиться, повесят за его подлый язык. Если он не успеет покаяться, обрести прощение у этих же женщин, которых он поносил такими словами. Этих женщин расстреливали, их стреляли свинцом и огнем. Этот человек стрелал в них погаными словами. Слово тоже оружие. Ему не было дела до их горя. Чужое горе для него не горе. Я бы хотел бы напомнить слова Константина Симонова. Чужого горя не бывает. Кто это осознать боится или, наверное, убивает, или готовится к убийце. Человек так испоганил свою фамилию, так испоганил свою дальнейшую жизнь, что мне страшно за него. подсидит, чего-то 20 мг не могут ắng по-